Лора просто супер-мега-монстр в этом сезоне Несмотря на то, что вроде бы в момент ее цветения Лора еще женский сорт Случилось так, что пошел град Был дождь, который просто сметал все на своем пути Смывал пыльцу Тем не менее, Лора опылилась шикарно Ничего я тут не выстригала, ничего вообще не убирала Вот такие вот болванки Я думаю, что кило 200 точно будет А может быть и под полтора Сейчас отойду подальше, чтобы можно было показать всю красоту Смотрите, вот это все Лора, розовая гроздочка Это лучистый, он, наверное, ей помогает опыляться Вот там дальше тоже все Лора И на этой плоскости тоже, видите, тоже все это Лора К 10 сентября она обычно полностью созревшая Но в этом сезоне чуть-чуть отстает Возможно, что из-за нагрузки Точно сказать сложно Ягода, в принципе, уже вкусная Особенно вот с этой солнечной стороны Ягода плотная, мясистая, хрустящая Вкус простой, гармоничный Ну, это такой надежный сорт, который всегда даст урожай Смотрите, замечательно Возревает лоза, ничем не болеет Но, что хочу сказать, что вот молодые кустики Лоры Саженцы, у них бывают проблемы с вызреванием И первый-второй год им можно помочь Дальше все, как только она начинает плодоносить С ней никаких вопросов нет Она все эти проблемы с вызреванием легко решает Ничего ей помогать совершенно не нужно По болезням тоже с ней никаких вопросов не возникает Ну, конечно, продуктивность куста невероятная Тут ее второй рукавчик Ну, тоже, видите, да Единственное, по срокам здесь чуть запаздывает Ну, мой куст Магнолий Вот мой куст Магнолий Он несколько, конечно, мешает, затеняет Но надо что-то выбирать И кого-то, наверное, немножко убирать Во время обильных дождей ягоды не трещала Ну, и, в принципе, треска на Лоре я не помню По крайней мере, ну, вот В моих условиях в том, что я вижу своими глазами В этом году, конечно, несколько мельче Ну, тоже грозди достаточно хорошие Она уже, в принципе, готова Хотя может долго висеть на кусте Здесь я грозди прорежу Убирала неопыленные ягоды Поэтому они такие несколько растрепаны Но зато натянули хорошую, полноценную, красивую крупную ягоду А вот гроздь, на которой неопыленные ягодки не убирались Ну, она немножко имеет другой вид Здесь у нас красавица Лора Ну, что про нее можно сказать? О грозди прямо как в магазине или на картинах художников Посмотрите Ну, вес, я думаю, что килограмма, может, больше Ягода очень плотная Она уже готова Ягода, видно, что желтенькая Сладкая, вкусная, хрустящая Характерная особенность Лоры Лора может долго висеть на кустах И хорошо хранить Ну, конечно, если вы хотите закладывать ягоду на хранение То не надо ждать там октября-ноября Снимите ее чуть раньше Тогда она хранится будет лучше Сурдженский Но при этом, особенно с возрастом У нее это второе полноценное плодоношение В принципе, куст довольно молодой Но, тем не менее, с каждым годом он становится все лучше и лучше и лучше Ничего в этом году не вырезали, не убирали Она прекрасно опылилась Кроме того, чем еще хороша Лора? Она прекрасно выдерживает нагрузку В этом году мы оставили 40 глазков Ну, видите, по одной грозди на побег Здесь килограмм будет, а может, и больше Покажем потом на весах То есть, ну, понятно, что пусть не каждая гроздь Такая будет чуть меньше Но 30-40 килограмм получить с куста Для данного сорта более чем реально При этом он и лоза уже вызрела И не болеет особо Шикарный, стабильный сорт Максимальная гроздь Лоры в том 2019 году была 1,2 кг И общая урожайность с куста у нас была более 40 килограмм Сорт очень урожайный, очень легкий в уходе и, конечно же, стабильный Единственный его недостаток – это как раз-таки его урожайность Ведь 40 килограмм с куста Лоры – это далеко не предел Более того, Лора очень хорошо набирает сахар И если она будет долго висеть на кусте, она может становиться очень сладкой И может быть даже приторной И, например, для нас 40 килограмм вот такой очень сладкой ягоды Ну, это многовато Хотя, конечно, для любителей сладкого это наиболее подходящий вариант